Привет, друзья мои! Не привыкайте к антуражу, я потом объясню конкретно вам, персонально вам, ну и другим подписчикам в соцсетях, где я был. Возможно, покажу, что я делал. Не получилось переместить фон вместе с нами, знаете, как говорится, в этот раз не получилось. В общем, бытует утверждение такое, я его слышал недавно, от европейских товарищей о том, что Порошенко удалось создать один канал. Один канал вместо множества телеканалов, и это записывает ему, вот, самые главные, практически, ну, медийная тусовка записывает это ему, самые главные его достижения, в кавычках. И давайте кое-что посмотрим. Ну, во-первых, понятна радость украинских СМИ, во всяком случае, когда ты понимаешь, что такое украинские СМИ, тебе понятна их радость по поводу запрета на участие в Олимпиаде российских спортсменов. Ну, давайте посмотрим кое-какие метаморфозы, достаточно, мне кажется, интересные. И так телеканал ICTV. И лишь под таким нейтральным стягом сможет выступить на Олимпиаде в Корею сборная Российской Федерации. Никакого триколору, никакой сборной России. Теперь пятый канал. И, наконец, телеканал ЗИК. Что связывает эти телеканалы? Да ну, ничего, украинцы смотрят, владельцы вроде разные. Они же не могут получить одно на всех техзаданиях. Не, не могут. Про реакцию россиян на решение МОК, про доказы, что имеет Комитет против российских спортсменов, и как теперь смениться украинская скарбница медалей, расскажет Олексей Кондаков. Телеканал ICTV показывает известную всем женщину. Это просто убийство нашего национального спорта. Телеканал ЗИК показывает ту же самую женщину. Конечно, мы постараемся. Мы переживем. Более того, оно все идет вот так вот четко. Вот женщина, потом горы, потом крокодил зеленый, условно говоря, потом розовая стена. На всех каналах. Я не могу понять. Это совпадение. Это был телеканал ЗИК. Вот это вот телеканал ICTV. И это все одна передача, посвященная пролету российских спортсменов. Не думайте, что я пытаюсь натянуть то, что на самом деле не имеет отношения, потому что, ну, конечно, все сообщают о новости, значит, они, конечно же, должны были сообщить о 15 миллионах. Не торопитесь. А еще Москва должна будет заплатить штраф 15 миллионов долларов. И вот начинаются очень интересные вещи. Телеканал ICTV в своей передаче ссылается на Twitter Мутко. Ну, на Twitter Мутко. А когда же министр спорта Мутко, которому взагалі заборонили пожиттєво з'являтися на Олимпиадах, ответил на цензурную лайку у своему Twitter. Пусть сами выступают под своей тряпкой, нейтральным флагом. Россия на колени не встанет. Мог и лично Томас Бах. ФАК Ю. Внезапно и ЗИК начинают ссылаться на тот же фейковый Twitter Мутко. Хм. Опять-таки совпадение, что ли? С ответом на действие Олимпийского комитета, российский чиновник звалекать не стал. И вот прокомментировал решение МОК у своему Twitter. Пусть сами выступают под своей тряпкой, нейтральным флагом. Россия на колени не встанет. Мог и лично Томас Бах. ФАК Ю. Совпадение это или же все-таки у них одно, одно на всех задание, техническое задание, где указано, что они должны осветить, и они это освещают. Они подходят то справа, то слева, но освещают одно и то же четко по схеме. А это, конечно же, Twitter Мутко. Посмотрите, как много читателей. 7,5 тысяч. Yesterday, beautiful week, me and some guy from Australia really have no idea who is it. Как будет на испанском судья продажная, козел ты. Мутко такой баловник. Так. Ну, Димас опять все пропустил. И фотография спящего, спящего Медведева. Теперь показывают на телеканале ЗИК, плачущую спортсменку. Мне удалось завоевать право быть участником Олимпийской сборной. Ци слезы российская биатлонистка Яна Романова лила в эфире Первого каналу через решение Международного Олимпийского комитета. Эту же спортсменку, ну они же все вот так вот по схеме, показывают уже в программе ICTV. Это одни и те же программы. Это мы не с разных берем. И они идут вот четко по хронологии. Сейчас много говорится о том, что чистые спортсмены должны ехать, а мы получается грязные. Вы не грязные. На ICTV подумали, у кого мы можем проконсультироваться. У нас есть ряд олимпийских чемпионов, да. К сожалению, на прошлых олимпийских мы что-то там не очень, на зимних имею в виду. Ну а вообще олимпийских чемпионов есть множество. Но они идут к Жану Белинюку. Про жесткий международный контроль мы разпитываем Жану Белинюка, члена украинской сборной из греко-римской борьбы. В любой точке земного шара ко мне могут прийти до пенефицеров. Ты же не знаешь, когда придут. Я, допустим, вихожу из дома, опа, допинг-офицер. И тут ЗИК начинает думать. Блин, у кого же из олимпийских спортсменов проконсультироваться по данному вопросу? А, слушайте, пойдем к Жану Белинюку. И упершу нагороду украинский срібный призер олимпийских игр у Рио Жан Белинюк отримал еще у 9 лет. Лабораторию ты никак не обдуришь. ICTV рассказывает, что все началось с легкой атлетов. Першими про це еще минулого року заявили легкоатлетка Степанова та ее человек, эксперт антидопинговой лабораторії. Как результат, российские сборники заборонили брать участь у чемпионате света с легкой атлетикой. Пятый канал рассказывает. Про кого? Ну, про легкая атлета уже. Еще в 2015-му Министерство спорту цієї країни звинуватили в маніпулювании допинг-пробами. Тоді під покарання потрапили легкоатлети, які досі не можуть виступати під власним прапором. ICTV каналу сказали взять коментарий, ну, я предполагаю, що сказали взять коментарий у вице-президента Олимпийского комитета України. Им сказали, вони беруть. Но он говорит, правда, не то, що вони явно хотіли услышати. Они пускають это в ефір, потому що мозги совсем слабые. Он говорит, що могли і підставити российскую сборную. Спортсмена могли і підставити, і всю команду, всю державу фактично. Пятый канал думає, у кого же взять коментарий? А, так давайте пойдемо к нему же. І он, більше того, он даже свитер не успел поменять, як вони у него тоже беруть коментарий. Тут Зиг думає, кому же пойти? А, слушайте, пойдемте-ка к нему. Он же, он еще свитер, опять-таки, еще не успел переодеть, поэтому побежали-ка, возьмем у него комментарий. Самое интересное, що вони, некоторые умные-умные, повырезали, а ICTV поставили його мнение о том, що могли і підставити, могли підставити сборную России. То, что допинг был, это все время был, но такого масового не было, чтобы так вот раскрыли такую систему, такую, как сейчас вот происходит. За твердженнями колишнього керівника антидопингового центру, підменили сотни проб. Его просили навіть зіпсувати аналізи української біатлоністки Віти Семеренко. Але той, нібито, відмовився. Вот это вот ICTV рассказывает о том, что, видите, мужика, который всех сдал, просили заменить и украинские пробы, чтобы подставить украинских спортсменов. Пятый канал подтверждает, надо же по схеме. Другое дело, что у пятого канала просто сюжет маленький получился. Очень маленький-маленький сюжет, а у тех сюжеты практически одинаковые. И вот так вот все по схеме. В интервью «Нью-Йорк Таймс» главный информатор расследования, колишний голова российского антидопингового центру Григорій Родченков заявил, перед Играми у Сочи заступник министра спорту Росії Юрій Нагорних просив його замінити допинг-пробу української біатлоністки, чтобы дискредитировать ее. А вот и ЗИК как раз таки вспоминает, что его же просили еще и украинским спортсменам заменить пробу. Как рассказывает Родченков, экс-министр спорту Росії Юрій Нагорних, вимагавши подмінити аналізи української біатлоністки Віти Семеренко, чтобы вона не могла отримати медаль. Ну и даже под конец у меня сложилось впечатление, что это программу делали на трех каналах одинаковые люди, но нет же. Олексій Кондаков, Кирило Ліхачев. Перші проголовне. Деталі. Петро Троць, Олександр Павленко. Час підсумки. Юлія Самсонова. Факти тижня. Виходит, что у украинской власти получилось создать все-таки один канал на всех. Ну как это может быть, что разные каналы, разные владельцы, и вдруг все делают что-то по одному техзаданию. Откуда они получают техзадания? И почему они берут под козырек и делают? Вот четко делают одно и то же. А с Министерством информации, что ли, таким образом получается, что если они не возьмут под козырек, у них будут какие-то проблемы. И они об этом знают. И еще раз таким образом выходит, что удалось создать все-таки этот самый один канал на всех. Можно его назвать. Один канал. А все каналы будут в него входить. Ну правильно, так будет прекрасно. Знаешь, включаешь телевизор, а там один канал. Ты что сегодня смотрел? Один канал, как и вчера. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Здесь не один канал.